347 велосипедов. Столько было украдено в Латвии всего за один месяц. Число краж в этом году значительно выросло. Как обезопасить свое двухколесное транспортное средство, выяснял Евгения Копылова и узнала много нового. Третий год подряд. Летом, немного весной и осенью, в хорошую погоду я еду на работу на велосипеде. До сих пор цел и на месте. Воры его обходят стороной. Счастливая случайность или же целенаправленные продуманные действия? Сегодня и узнаем. Пожалуй, самое первое правило не оставлять велосипед без замка. Нигде, ни около магазина, если вы на минуточку не в подъезде, даже если в него просто так не попасть. Вору хватит нескольких секунд, а воруют даже с балконов и квартир. Другой вопрос, какой замок выбрать? Ведь далеко не все из них становятся серьезной преградой для грабителя. Мы советуем покупать замок стоимостью как минимум 10% от стоимости велосипеда. Наивно полагать, что замок за 5 евро обезопасит ваш велосипед. Это шарнирный замок, самый покупаемый в этом году. У него довольно большой диаметр. Его обрабатывают специальной пластмассой, чтобы его нельзя было распилить. Или же процесс займет очень много времени, и пластмассовая стружка испортит пилу. Есть также цепи, обшитые тканью, и даже сигнализация. А вот и самый ненадежный вариант. Минимум, который мы предлагаем, это замок за 9 евро. Внутри трос 12 миллиметров. Для него нужен довольно серьезный инструмент. Но в строительных магазинах такой можно запросто купить. По оценкам экспертов, мой замок не тянет даже на четверочку по 10-бальной шкале. Это действительно был самый дешевый вариант в магазине. Правда, по ночам я свой велосипед на улице не оставляю. Еще один способ отпугнуть вора и вообще в случае кражи доказать, что велосипед ваш, это регистрация в Дирекции безопасности дорожного движения. Этот велосипед за три года так и не был зарегистрирован до сегодняшнего дня. Самое сложное в этом процессе, пожалуй, найти серийный номер велосипеда. Как правило, на раме под блоком педалей. Сама регистрация проходит на сайте e.csdd.lv. Нужно выбрать соответствующий раздел, там указать марку, модель велосипеда и серийный номер, а также добавить фотографию номера и самого велосипеда. Стоимость услуги 75 центов. Но еще за почти 2,5 евро можно заказать и специальную наклейку на велосипед. Свидетельство регистрации. Она придет по почте. В ЦСДД советуют использовать эту возможность. Наклейка на велосипеде – это гарантия того, что полиция будет знать владельца велосипеда в случае его кражи и смогут передать его владельцу. Также, если на стоянке велосипедов вор выбирает, что украсть, чаще он выбирает велосипед без наклейки. Но, конечно, это не гарантия, что ваш велосипед не украдут. Полиция отмечает, что в прошлом месяце было украдено 347 велосипедов. Это примерно на 50 больше, чем год назад. Объяснение простое. Велосипедов становится все больше. При этом найти украденный велосипед довольно сложно. Но бывает, что найти нашли, а вот отдавать некому. Не всегда возможно определить, кто владелец. В отделе найденных полиции вещей очень много велосипедов. Мы видим, что велосипед краденый. Но, к сожалению, через какое-то время его приходится отдавать вору обратно, потому что за ними никто не приходит. Поэтому важно регистрировать велосипед. Тогда мы сразу будем знать, кому он принадлежит. К тому же это может помочь и самому владельцу опознать свой велосипед. В полиции говорят, что часто, сообщая о краже, люди даже не могут вспомнить его цвет. Так что при покупке его лучше сфотографировать.